Итак, что ж, здрасте-здрасте, а у нас тут новая игрушечка, новый хоррор, кейс Аниматроникс, скорее всего будем открывать, здесь у нас будет пацаны, Open Case, потому что кейс, ну больше мне ничего не дает знать, кроме как обычные кейсы, да, будем страшненькие кейсы открывать, интересно я тут выбью, да, Драгонлор или нет. Так вот, что ж, сначала мы должны, так сказать, оценить качество игры хотя бы уже с начального меню, если начальное меню выглядит у игры как-то херово, то можно осознавать то, что игра будет то же самое. Что ж, нас встречает новая игра, Бесконечные жизни, тут мы будем дохнуть и нам придется, скорее всего, ждать, но я не буду ждать, я быстренько солью эти три жизни, что-нибудь там накалякаю быстренько и опа, на видос готов, это не самое главное. Итак, что ж, тут больше, кроме настройки, ничего и не посмотришь. Основные настройки, ну это все по стандарту, в принципе, сложность игры легкая, ну, так как я здесь в жизни, я лучше поиграю пока же таки на легком, но может быть под конец там попробовать не как-то харккор, если у меня останутся жизни, я не буду фактически дохнуть. Что-то еще графика, графика на ультрах, нифига себе, мой четкий, слабый Xiaomi поддерживает ультаргафику данной игры, наверное, слишком хорошо оптимизировано. Я очень на это надеюсь, потому что есть такая игра, как Саввей Серферс, вы ее все знаете, и она у меня стала лагать. Серьезно, у меня стало проседать просто кадры в Саввее, так что надеюсь, здесь у меня не будет никакой проседки, и разработчики сделали так, чтобы в игре оценивалось именно мощность этого аппарата. Ну, тут так же все по стандарту, отключить рекламу, нет, но я интернет выключил, поэтому рекламы никакой не будет, хе-хе-хе. Так что ж, ну, тут только что крутить кейс, давайте новая игра, поключим кейсики. Так, уже я уснула, уже почти полностью, я нифига себе. Да, что в принципе нормально, если не считать иконочек на рабочем столе. Что должно быть? Как так-то? Ну да, конечно, почему бы нельзя сразу не проверить. Ммм, как же это все странно. Ну, что, в принципе, нам ничего больше не надо, кроме как играть в OpenCase. Только я не вижу здесь ничего, что? Уже можно разворачиваться? О, уже можно. Что, уже встал, что ли, из нашего стула, что ли, или что? У меня ничего не подобного. Нас просят взять фонарик, и я на него жмякаю, ела-пала. Чтобы взять, посмотрите на него и нажмите кнопку действия. Ммм, вот она как. Нажмите на кнопку с ображением фонарика для того, чтобы включить фонарик. Просто для каких-то аутистов, в принципе, на всей подсказочке. Ну, либо слишком маленьких детей. Ну, по крайней мере, я уже знаю, кто я. Вроде как не маленький ребенок, приходит аутист, раз ты сразу не понял, как взять фонарик. Чтобы взять планшет, посмотрите на него и нажмите кнопку действия. Какой планшет? Сколько же все это стоит? Ага. В смысле? А, у него это лежит все на рабочем столе, и он не подозревает, сколько это все может стоить. Ча, вот че, угораешь, что ли? Так, ясно, понятно. 86 градусов Цельсия, ни хера, там где-то тепло. Где он находится, в пустыне в какой-то или че, в Сахаре? Ну, че, посмотрим планшет. Где мои open-кейсы? Так, я сюда пришел кейси крутить, а не играть в ФНАФ. Не думал, будет что-то по-другому, а оказывается, чет как-то мне дают в этом сомневаться. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Ой, да херстень. Это еще что? Ой, свет отключился. Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Ну да, конечно, как же по-другому могут еще начинаться очешуительные хорроры. Оу, какой здесь графоний, да, ультраграфика. Офига. Да елки-палки фонарик, нормально работай. Нет, это так как бы ссыкотно должно быть. Чуть-то как-то пока же таки не ссыкотно, но... Вот это пока же таки фонарик только этот единственный и напрягает. Здесь кто-нибудь есть? Здесь есть вроде... Нет, это не Обама. Нет, этот светленький. Так мы еще и находимся, получается, в здании полиции, в милиции. И как там... Меня вообще не волнует, как правильно. Хорроры. Почему все хорроры сделаны примерно по одному этому же принципу? Найди то, найди это, открой ту дверь. Ну, в принципе, эти какие еще должны быть хорроры? Страшные, да, страшные должны быть. Ну, тут пока же таки только обстановочку нагнетает. Только это вечно мигающий фонарик. Это вот ключ-карта. Дверь закрыта. Отлично, замечательно. Только не говори, что здесь еще присутствуют. Маленькие ящички, там в них рыскать что-то. Ёб твою за ногу. 9, 6, 12. Кого-то тут уже наебнули. Ну, ты же у нас не страшненький, да? Ты же будешь за меня, чувак? Ты же... Нет, не надо, чтобы он оживал. Ну, нафиг. 62, двин... Я уже пароль забыл. Ёлопало. Так. В смысле, фонарик сел, что ли? Ну, хоть стол-то я увидел, который здесь был, но... Я не заполнил, черт твою мать. Блин, как пароль? Ключ-карту... Нет, это мне нужно... Ключ-карту, в смысле, карточку обычную. Чё, зарядился, типа? Чётенько-чётенько. 96, 12, 96, 12, 96, 12. С памятью, конечно, у меня все плохо, поэтому я не знаю, как мы еще будем играть в эту игру. Так, здесь еще план... А, нет, это не тот, это письменный планшет, это не наш навороченный гаджет, который садится, ёб твою мать, как быстро. Ну, а что значит покупать эпловские, скорее всего? Хотя там по шрифту, это не очень-то и сильно похоже было. Чувак, может быть, ты дашь мне какую-то подсказочку? Может быть, там сзади тебя какой-нибудь кодик? Может, тебе как-то можно снять? Я бы, конечно, предпочтел бы снять какую-то тяночку, но портрет тебя, в принципе, тоже было бы как вариант в хорроре. Тут еще какие-то дырочки у нас в потолку имеются. Я так понимаю, через эту самую херню и вылез тот аниматроник, который нам, упаси господи, пизеля еще не успел вставить. Но ничем, я думаю, здесь будут и еще какие-то аниматроники, которые нам по-любому успеют их прописать. Здесь я уже был, здесь я уже был, да где, блядь, не был-то еще. На, хер там, здесь-то я уже был. Вот даже с ним тут не посидишь, ничего не подумаешь, не поспрашиваешь у него охуительные вопросики. Как вообще, что тут делать в 108 кабинет? Хотя бы радио включить. Нет, конечно. Она тоже тут, падла, не работает. И что-то именно в этом месте фонарик перестает работать. У меня такой вопрос, типа, понормально, понормальщина какая-то что ли, или что? О, наконец-то хоть что-то нашли. Блядь! А, так и задумано. Окей, спасибо, что хотя бы мне жизнью не пришлось потратить. Хотя, на месте разработчиков я именно так бы и сделал. Приснется уже такое. Насколько мне помнится, и до этого было полночь. Надеюсь, обойдется безвыездно. Что со светом? Ну так, конечно, почему бы не пустить нас по второму кругу? Ну, по крайней мере, я теперь знаю, что мне делать. Надо бы сводить и проверить, опять же, тут гребаный щиток. Телефон у нас. Ух ты, господи, 92%. Камера так до сих пор не работает. Отлично. Ладно, хотя бы... Наверное, это зеленая штука, это где мы находимся. И я очень на это надеюсь, конечно. Чё ж. Ну ладно, давайте пустим самого себя так швыть по второму кругу. Чё. Не привыкать, знаете ли, во всяких вот таких вот хоррорах. Ой, записочки. Ты чё, у нас слендермен, что ли? Но вынужден им всем отказать. Как никак нельзя нарушать пункты в договоре. Да, вот они и есть, скорее всего, эти отколоски. Снижены идеи. Причем придумать что-то новенькое? Можно просто взять старое, добавить к нему еще более старого. И вот она теперь новая игра. Чё, опять охуенное положение у фонарика. Отлично, ладно. Пойдем через жопу. Сигнал, сигнал, ничего не появился. Мы у дисплея. Отлично, замечательно. Ладно, будем ходить по темноте. А, нет, заработал наконец-таки. Уху, прям аномальные зоны какие-то, где фонарик у нас вдруг перестает вообще работать. Отличненько, чё я могу сказать. Может, ты мне скажешь, где этот... А, вот. Ути-пути. Кто-то нас хотел напугать своими глазками, да? Да? Да, я сейчас просто возьму и уйду. 2464. Чё, если мы залезем сюда? То что не произойдет? Нет, ничего не произойдет. Мы просто будем светить так беспалево на креслице, чтобы нас не заметил никакой аниматроник той же монстр. Четыре, насколько мне помнится. Блядь, страшно. У-у-у. О, 2464, 2464. Блядь, отлично. Осталось найти электрический щит. А, в тот раз, это шняга была открыта. Так, ну, электрический щит, это... Вот именно. Включаем, и тут нас теперь тут... О, опять... Можно включить второй щиток. Охренеть. Что именно? А, ответить на телефонный звонок. Огнетушитель. Интересно, здесь можно будет какой-нибудь угандошить им? Выйти нам нельзя, да. Мы тут что-то, типа, вынесли, ничего не оставили. А, как мы знаем, по крайней мере, как я знаю, ничего нельзя с предприятия выносить. Просто я работаю на предприятии, и там, как бы, все это строго. Хотя, по сути, там вынести немножечко металла, как ничего делать. Но в игре все продумано, и мы здесь ничего вошли толкнутые не вынесем. В каесечку можно поиграть, пожалуйста? Мне тут больше... Больше нечего, я не знаю, что тут делать. Я хочу в каесечку, я хочу поиграть во что-нибудь. Я не хочу в это играть. Да, шучу, мне практически не страшно. Да, у меня сердце немножко подбивается, дыхание тоже. Сыкот, ой, как сыкот. Ну, и, в общем-то, все. А, вот он самый телефон звонок. Аниматроникс куда-то... Себастьян, как говорится, и все. Ну, вспомнил что-нибудь. Очень прямой подарок. Нравится, нравится, да. Он обожает, обожает играть. Я так понимаю, это тот самый псих, про который мы говорили в игре. Это же было на крак, но там... Выходит, нет, и, конечно же, мы идем к нему. Нет, дверь закрыта, слава тебе, господи, аминь. Скачу из моего тоника, из раздевалки. Да, конечно же, он же. Отлично. Минус первая жизнь. Мы... Я интернет же выключал, чё за нафиг? Вы погребли, контрольная точка. Давай, пофигу. Два с половиной часа на одну контрольную точку. Ёлы-палы. Я тебя открывал, так и будь открытый. Патрика, какаа? Ну, уважение какое. Я только сдох, а оно уже закрылось. А, очешительные записки. Чё же мне ещё делать? Учёба даётся с трудом, но всё же мне нужны новые знания для достижения своей цели и мечты. А пребада в институте, как на подбор своими занятиями, знаниями делится не очень... А, очень охотно. У нас обычно это в шараге всё по-другому. Недавно в институте встретил крутую девушку. Друзья сказали, что к ней столько парней подкатывалось, что просто жуть. Но отшивает она их сразу, даже не думая. Крутая из себя особо. Блин. Ну да. Прям как моя жизнь, херли. Только я тот самый пацан, которого вечно отрывают. Именно поэтому мне и приходится снимать всякие... Эм, игрули. Да. Чё, пропускаем, да? И смотрим отыденного анимехроника. Проходим от людей из дыхания. Только вот непонятно, откуда он вообще явился. А, вон она, понятно, откуда он явился. Твою заново. Сложно, сложно. 30% на 15 кпшечек. Ну да, в принципе, за 15, может быть, мы сможем выйти из одного этого места. Я, короче, понял. Сразу потом берем, короче, и бежим. Не в ту сторону мы бежим. Отличненько зашибись. Чё, по кругу, да? Позаново. А, страшно. Спеши, спеши. Так, теперь сразу же бежим, короче. Беги. Почему-то, мне кажется, это и была раздевалка. Какие-то падали. Найдите в раздевалке достижения, офигительное достижение, которое мне мешает почитать. Люблю читать, очень-очень прям вообще люблю читать. Кручь карту от двери с синим индикатором. Насколько мне помните, я везде тут ходил и чё-то как-то не это. Громко это понимает. Походить нельзя. Чтобы не палить свои, а местоположение. Ёлки-палки, я по чуть-чуть. Только двигайся, ну уже всё. А, тут много где можно прятаться. Я понял. Так, у меня есть просто очешуительная тактика. Сначала найдём эту самую раздевалку. И там уже в ней спрятимся. Вот раздевалка. Она мать её закрыта. Давай, кубик не давай. Малетист. Малетист. Да вот, открытый стоит. Да вот, открытый стоит. Ты дверь закрыл? Он дверь не закрыл. Ну да, конечно же, давай создадим ещё больше тут звука. Ничего не видно. Блядь! Блядь, да бесит. Посмотрим рекламу. отлично да как значится без интернета ты мне прогружать одну рекламу непонятно вообще откуда вот теперь нет не за так давайте попробуем хардкор режим почему бы и нет почему бы не сохранить игру загружен новая игра стерим свой процесс попробуем сделать и еще раз принципе то же самое почему бы и нет если на а по первости с тем не то они поможем просто это все промотать чтобы до посмотрели одну загрузочку чтобы промотать и посмотрите еще одну загрузочку элементарного отца я думал все позаново и давайте еще раз это делаем чё чё почему бы и нет почему бы не начинать все постоянно самого начала если я хочу пройти эту черту в игру это не то щас бы вспомнить куда я шел вообще самое создание причем дохлая лежит а там насколько мне помню сон чистенький 3442 скримера который вообще не относится никак к аниматроникам 3442 а точно он же он же у нас там туда я уже пошел ну что-то и побежим дальше раздевал очка я немножко перешел к жизнь идти дужу откручить твой зонгу не вздыхает и так это падали здесь так я ничего не буду включать потому что я знаю то что это вообще будет не то не айс мне кажется это его нет это точно а это моя рука он меня нашел я перестал дышать но он меня нашел играет иди ты к черту черте могу сказать контрольные точки давай контрольной . ну конечно контрольных точек нету потому что я начал играть в хардкор режим пойдем позаново чё нам чё нам еще делать кроме как пацаны проходить одно и тоже похоже я снова уже почти полночь вот типа у нас пора домой это странно кроме меня здесь никого не должно быть понятно дело всех сажали скорее всего так я эту снегу вообще-то проходил как вы чё позаново и опять все что ли или чё главное меню да 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 я вообще-то проматывал данный момент основной без сохранений чё первый раз прокатил типа промотать первоначальную вставочку а второй раз нет что за недочеты разрабы в такой игре еще не должно быть вообще не ход и ты чё-то багов я все только баки там через которые можно проходить сквозь на например даже и оценивать сука не хер там хер там плавал короче игра давай ты такая охеренная до кейсов я так и не дошел так тот кейс и так и не взломал не покрутил себе dragon lore бесплатно который можно было бы вывести было бы вообще очушительно но поди-ка ты нахер